Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, и с вами программа «Бизнес-завтрак» на радио «Медиаметрикс». Меня зовут Роман Дусенко, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме изучения эффективности управления людьми. У меня сегодня прекрасные профессиональные гости, и я с удовольствием представляю Татьяну Коваленко, заместителя исполнительного директора по технологиям, и Татьяну Клементьеву, заместителя исполнительного директора по персоналу и гравитационному развитию. Доброе утро. Да, доброе утро всем, большое спасибо за то, что вы откликнулись. Мало того, что я хочу отметить, не все спикеры так серьезно подходят к подготовке нашего эфира. Достаточно созвониться, зачастую это просто в каком-то мессенджере мы с вами практически две таких серьезные встречи провели, чтобы максимально раскрыть то, о чем мы будем говорить. Давайте, у нас свободная дискуссия, абсолютно легко, дополняем друг друга. Наша задача сегодня рассказать о вас, о том, как вам удается совершать ваши замечательные развития людей, развития клиентов, тем более ваша тема-то, она достаточно сложная, это отложенный эффект. А во-вторых, может быть, начнем немного с того, что такое, собственно говоря, сегодня НПФ благосостояние. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что мы не просто так провели две встречи для подготовки, а потому что для человека, который первый раз встречается с аббревиатурой НПФ, эти три загадочные буквы абсолютно ни о чем не говорят. Раскроем же секрет, я не ставлю в студию. Негосударственный пенсионный фонд – это, с одной стороны, институциональный финансовый институт, который профессионально занимается инвестированием средств клиентов на финансовом рынке, а с другой стороны, это организация, несущая некую социальную миссию, потому что единственный продукт, который мы предлагаем – это негосударственная пенсия. Татьяна, а как вообще воспринимается НПФ, это вот то, как воспринимается, как хочет, чтобы компания транслировать себя. А как человек воспринимает НПФ? Вот для него это что, банк, или это собес, это что для него вообще? У нас же очень длинный продукт. 20 лет человек копит себе на пенсию, и пока человек копит, он нас реально сравнивает с банком, потому что для человека важна доходность, которую мы даем на пенсионные счета по итогам года. Ему важно, чтобы мы выглядели как банк чисто внешне, потому что клиент к этому привык. Ему важно, чтобы у нас были те же каналы общения, которые есть в банке. Я вот не был в доп-офисах ваших отделениях, они действительно похожи на банки? Они похожи на банки. Есть выделенная зона приема клиентов, есть брендированные шарфы, так чтобы это было узнаваемо. Но самое главное, что вы мне сказали, что нет скриптов. Да, но мы к этому вернемся чуть позже. И в тот момент, когда человеку назначается пенсия, и следующие 20 лет он эту пенсию от нас получает, вот тут он хочет, чтобы мы были с обесом. Чтобы к нам можно было прийти в офис обязательно. Поговорить по телефону. Чтобы нам можно было поговорить по телефону. Кстати, у наших операторов нет кипяя по времени. То есть сколько угодно может говорить. Сколько угодно может говорить. Просто он говорит, вы знаете, мне что-то сегодня плохо. Ну, с таким, слава богу, не сталкивались даже весной и осенью. Хотя весной и осенью, слушай, ситуации бывают разные. В филиале фонда бывает. Помните эту замечательную книгу про компанию «Запас», «Доставляя счастье» Тони Шея? Ну, они же как бы лидеры вообще в мире, в области клиентского сервиса. Он говорит, у нас, они звонят нам клиенты и могут сколько угодно говорить. Один даже позвонил, говорит, слушайте, я знаю, что вы мне точно поможете. Где тут пицца ближайшая, где можно заказать? И они им помогли там. Ну, на самом деле, нам даже клиенты возрастные, когда пишут с каким-то конкретным вопросом или там адрес у них поменялся, они всё равно расписывают 30 лет трудового пути, как они работали, потому что для них это значимо. И был очень забавный случай, мы были в командировке в Нижнем Новгороде с коллегой из центрального аппарата. Он такой молодой человек, симпатичный, пришла какая-то бабушка, потому что раз в год наши клиенты должны появиться в офисе, ну, как бы для того, чтобы мы продолжали им выплату пенсии, потому что пенсионные фонды не получают информацию о ЗАГСе и смерти, ну, к сожалению. Поэтому мы с клиентами раз в год точно как-то встречаемся. Вот эта бабушка моего коллегу буквально зажала в угол и 40 минут ему рассказывала про свой трудовой путь на железной дороге. То есть, вот после наступления пенсии, вот это дефицит общения, важно пообщаться, важно, чтобы мы были с АБЕСом, важно, чтобы мы слушали. Класс. Окей. Всё это должно упаковаться каким-то образом в некий продукт, и это понимание должно отложиться у самого человека, сотрудника. Ведь, ну, хорошо, что есть НПФ благосостояние, но НПФ благосостояние – это те люди, которые общаются с клиентами. Каким образом Вы подошли к тому, чтобы осознать, чтобы в головах у сотрудников произошло некое осознание того, кто Вы на самом деле, что Вам в этом помогло? Я видел, кстати, у Вас, Татьяна, книгу про стратегию. Может, пару слов скажете? Да. Нам очень важно было, во-первых, если мы говорим о том, что мы хотели быть похожими на банки, вернее, мы должны были быть не хуже банками, чтобы во всех регионах нашего присутствия, а мы присутствуем практически от Сахалина до Калининграда, мы были похожими, и в этом смысле нам нужны были стандарты. И в то же время нам нужна была какая-то своя индивидуальность, лёгкость и глубина понимания, собственно, клиентов. Поэтому мы… и важно было ещё обеспечить, знаете, не просто производительность, а устойчивую производительность. Поэтому наша стратегия управления основана была на трёхуровневой модели управления эффективностью, когда эффективность складывается и мониторится эффективность каждого конкретного человека на рабочем месте, эффективность команд, то есть там подразделений структурных. И, собственно, эффективность организации. А что входит примитивно в расчёт эффективности человека? Выполнение планов, что-то там ещё? Да, безусловно, есть выполнение планов, это, конечно. У нас есть… у нас, на самом деле, устойчивую производительность, как ни парадоксально, мы достигли тогда, когда мы к ключевым показателям эффективности, ну, обычным KPI, мы добавили ключевые показатели развития. А может быть, что-то подробнее про это? Да. Нам было важно создать среду постоянного улучшения. То есть мы должны были вот на всей этой карте настроить персонал таким образом, чтобы люди хотели постоянно совершенствоваться, да, там, смотреть в ту сторону, в которую, ну, генеральная линия партии и стратегии им показала, делать это с удовольствием, и это нельзя сделать, если человека постоянно долбить только KPI-ми. То есть там понятно, что он выполняет свои KPI, там, выполняют или не выполняют KPI подразделения, но очень важно было, чтобы задача развития, она как бы казалась каждого человека. Каким образом достучаться до каждого человечка? Да. Сколько у вас, кстати, работает человек сегодня в численности? Ой, немного, на тысячи человек у нас работает. Это по российским меркам, это большая компания. Да, но при этом у нас… Территория покрытия. …миллион триста клиентских счетов. Ого. Да, у нас огромное количество предприятий, которых мы сопровождаем. А сколько фронт-офисов всего? 80. Нет, нет, это человек во фронт-офисе, во фронте примерно процентов. Мы не выделяем четко… 75 процентов, 75 на 30, 70 на 30 где-то. Потому что у нас… Перетекающие. Перетекающие. Я имею в виду, кто конкретно непосредственно общается с клиентами, это примерно 80 процентов компании. 70, 75. 70. А вот этот показатель эффективности, производительность и эффективность, к этому показателю имеет отношение, то есть сокращается количество БЭКа вообще, который вообще не общается с клиентами. Он трансформируется. Трансформируется. Мы бы с удовольствием сокращали количество БЭКа, если бы у нас не росли постоянно требования регулятора. Это, да, факт. То есть нам подкидывают такие интересные кейсы, как 115-я борьба с легализацией и отмыванием денежных средств и так далее. Все это прекрасно понимаем. Мы бы с удовольствием сокращали БЭК, мы очень эффективны с точки зрения обработки документов и всего, что касается БЭК-офиса. То есть операционка безупречна сегодня. Да, но и она встроена в клиентские сервисы, это у нас как бы основная наша фишка. Но, к сожалению, сократиться с учетом появления новых регуляторных требований у нас не получается даже с учетом автоматизации. Здесь важно, я извиняюсь, не расти. Отсутствие роста – это и есть хороший показатель. Потрясающий показатель. Буквально две секунды, я помню, мы, когда купили банк в 2008 году, мы решили немного порезать персонал. А мне говорят, этого нельзя, почему, отчетность для банка, этого нельзя, служба внутреннего контроля, этого нельзя, он делает тут, а этого нельзя. Господи, а кто что-то деньги зарабатывает? Операционная деятельность встроена в клиентский сервис. Как это чувствует клиент? Ну, давайте тогда немножечко… С чего начнем? Начнем с идеи. Когда мы понимали, что нам нужно создать уникальный клиентский сервис, который бы годился и для банка, и для Собеса, мы поняли, что нам нужна идея. То есть, начинать надо было с идеи. Как вы ее искали? Расскажите, вот процесс поиска мне очень интересен. Интуитивно. Мы посмотрели, что есть на рынке, мы посмотрели, какими кипяями оперируют банки, и основным кипяем в тот момент был индекс удовлетворенности клиента. МПС, да. И мы поняли, что к нам это вообще неприменимо, потому что в тот момент, когда клиент платит свои кровные деньги из зарплаты, да, ему ровно столько же доплачивает работодатель, но ты эти деньги не можешь потрогать, не можешь потратить, для тебя их как бы нет. Ты их как бы не заработал. У тебя их нет, как бы нет. Они вот где-то виртуально, ты их не ощущаешь. Мы ощущаем только то, что можем потратить. Ну уж так мы устроены. И, соответственно, нам нужно было… То есть, этот показатель нам точно не годился, и мы стали искать, чтобы мы могли использовать. И родилась идея совершенно спонтанно, что мы не можем ориентироваться на потребности клиента, потому что у 30-летнего мужчины нет потребности в пенсии. Он об этом не думает. Абсолютно. И я даже в 46 свои не думаю о пенсии. Ну пора. Хотя на самом деле, чем раньше ты начинаешь копить, тем больше сумма у тебя совершенно объективно получится через 5-10-15 лет. Поэтому нам нужно было перестроить мозги, перестроить восприятие. И так родилась идея вести клиента за собой. То есть, нужно объяснить клиенту, что пенсия – это не страшно. Пенсия у нас всегда ассоциируется с болезнью, старостью, смертью. Да, к сожалению, да. А на самом деле образ пенсионера-то стремительно меняется. Но уж мало того, что мы живем в стареющем мире, и последние исследования говорят о том, что к 2030 году 60% европейцев будут пенсионного возраста и старше. Ну, то есть, вот тот самый серебряный возраст. Первыми смекнули продающие компании, они прям выделили серебряный возраст, это их термин, они выделили его как сегмент. Ну, пенсионерами как-то клиентов нехорошо называть, они их так вот людьми серебряного возраста обозвали. И, соответственно, стали делать продукты специально для них, потому что у пенсионеров, особенно европейских, есть деньги, есть накопления, это интересный сегмент для продающих компаний. А дальше уже стали подтягиваться все остальные банки. Все остальные банки кредитуют с удовольствием, и наши банки сейчас кредитуют пенсионеров. Они же еще дисциплинированы, это люди того поколения. Бэби-бумеры. Татьяна, вопрос. Вот когда мы все время к вам обоим, вот зачастую мы говорим, в компании принята идея, в компании нашли какую-то идею, рождается спонтанно. Вот я профессионально занимаюсь проведением стратегических сессий, на которых я вижу, как рождаются некоторые идеи. Скажите, а какими инструментами вы пользуетесь себя в компании, чтобы рождались эти идеи от коллектива на творчество, кто туда входит, насколько оно глубоко в компании, вот как это все происходит, как вы получаете срез со всех слоев и рождение вот этих идей? У нас есть замечательная площадка, обучающая Академия клиентского сервиса, которую мы как раз создали в тот момент, когда креативили, каким должен быть наш клиентский сервис. С кем, когда, в какой, как это креативили? Вот вы летели в самолете в Хабаровск, условно говоря, в бизнес-классе, выпили шампанского, и пошел креатив. Как вы хорошо сказали, мы правда туда летели, правда в Хабаровск. А у нас были написаны стандарты клиентского сервиса, как раз практически аналогичные банкам, но они были неживые и плохо вписывающиеся в нашу специфику. Они были банковские. Банковские, да. Они, в принципе, были очень жесткие. У нас банковское сообщество покидает на стороне. А мы поняли, что мы хотим сделать сервис с человеческим лицом. Мы не хотим, чтобы это было одинаково для всех по каким-то типовым продуктам. Просто давайте, дайте нам всем понять, что такое сервис с человеческим лицом. Значит, первое. Мы отбирали для работы с клиентами людей, которые обладают определенным уровнем эмпатии. Мы тех клиентов, которых посаживали во фронт, прогнали через специальное тестирование. И, соответственно, отобрали тех, кто этим обладает, потому что можно научить всему чему угодно, зайцы играть на барабане, кроме эмпатии и чувства юмора. Поэтому это были отобраны. Нам очень повезло с филиальной сетью. У нас средний срок работы наших сотрудников – это 7 лет. Они прекрасные пенсионщики. То есть я делаю вывод, что и люди изначально были с большим уровнем эмпатии, а они так и остались. Не все, совсем не все. А какой процент изменился? У нас там 50 на 50. У нас там есть люди, которые работают, извини, с клиентами, они действительно очень… Высоким уровнем эмпатии. Ну да, по крайней мере, коммуникации они у вас есть, а есть бэк-офис, который просто работает со считанием. Буквально пару эфиров назад у меня здесь был HR-директор компании Ticketland, известный билетный оператор, с 1928 года они работают. Она говорит, знаете, мы тоже наняли одну компанию, она определила, что для людей, которые взаимодействуют с клиентами, очень важен уровень феминности, то есть женственности с точки зрения… То есть женщина, в отличие от нас, от мужчин грубых и ужасных созданий, обладаете вы такими чувствами, что с вами разговаривать приятно. И вот этот уровень женственности, сразу продажи взлетели. А профессиональный бизнес и вообще женское лицо. Женское лицо, да. То есть у нас тоже женщина преимущественная. У нас клиентчики, на самом деле, как ни парадоксально, которые ездят по предприятиям, общаются в железнодорожье, больше женщины, потому что их лучше слушают, меньше… Ну, говорится, да. То есть люди разные, все, да. Ну, да. Вот, поэтому действительно женское лицо. Окей, первый, отбор. Дальше, второе. Второе – это обучение. При этом мы… Уже тех, кого отобрали. Уже тех, кого отобрали. При этом мы, когда сделали вот эту площадку Академии клиентского сервиса, она у нас интерактивная. Постоянно действующая. Постоянно действующая. Это формат видеоселекторов, обучающих семинаров, видеопрезентаций, каких-то там заданий на дом и тестов и очных тренингов, когда наш тренер ездит по сети. У вас свой собственный. ВКС дискуссии, да. Значит, обучение ведется по трем большим блокам. Поскольку мы работаем с очень специфическим продуктом и пенсионный рынок, динамично развивающийся, это все, что касается пенсионки. Второй большой блок – это все, что касается лучших трендов клиентского сервиса. Бэйс-практис такой, да? Да, мы много ходим по конференциям, мы много читаем. У нас обязательно все, что мы услышали, переработали, мы ретранслируем на сеть как раз в формате видеоселектора, и из этого рождаются идеи, чего мы хотим воплотить к себе. Кстати, мы победили в номинации «Инновация» именно с идеей филиала по мобильному клиентскому сервису, когда мы выезжаем на предприятие и на месте ведем обслуживание клиентов. То есть вот эти лучшие практики, они выплескиваются в вполне материальные идеи. И в технологии. Да, и третий большой блок, который мы делаем – это все, что касается психологии. Психология общения, управления отношения с клиентами. То есть вот таким образом мы достигаем того, что у нас сервис с человеческим лицом. Ну, еще одна немаловажная вещь – это то, что у нас все сложные кейсы проходят через мои руки и ответы клиентам идут за моей подписью. Мы их обязательно разбираем, и мы обязательно выравниваем подходы и выравниваем технологии общения на наших филиалах через калибровки. У нас действует распределенный колл-центр, это 10 выделенных операторов и плюс подключаются все, кто работают с клиентами на сети. Это их обязанность должностная или это пожелание? Они, это обязанность, у нас есть график, по которому они участвуют. Сколько времени они помимо оффлайна должны сидеть еще в онлайн? Они два часа сидят каждый день в линии, но это не факт, что в этот момент там вал звонков. То есть это просто повышает их востребованность? Да, и кроме того, мы когда прослушиваем телефонные разговоры, даем обратную связь, мы выравниваем качество не только телефонного разговора, но и личного приема, потому что если ты по телефону говоришь грамотно, ты в личной жизни тоже расскажешь грамотно. И помимо вот этих вот калибровок, что еще мы интересного делаем? Ну, у нас есть банк идей, который мы собираем, банк кейсов, историй, которые мы тоже… Это все касательно постоянных улучшений системы. Я можно на секундочку вернусь? Это про развитие клиентского сервиса. Значит, если мы говорим о клиентоцентричной модели, то, соответственно, у нас все бизнес-процессы выстроены от клиента до клиента. У нас, ну, как бы изначально действовала система ongoing improvement бизнес-процессов. Мы вынуждены быстро меняться, потому что у нас меняются требования законодательства, меняется мир. Но теперь мы еще подключили клиентскую составляющую. Мы очень внимательно слушаем голос клиента как раз через калибровку звонков, через обратную связь, через письма. У нас есть горячая линия, примерно раз в квартал руководство фонда совместно с газетой «Гудок» реально отвечает на телефонные звонки клиентов. И на основании пожеланий клиентов мы калибруем не только наши процессы, но и продукты иногда, и вводим какие-то фишки, которые интересны клиенту, предлагаем. Но самое главное, что у нас KPI Operations, Back Office, которые у нас тоже распределенные, но при этом работают в централизованной системе, они встроены в общие вот эти KPI процессы. То есть клиент чувствует, что о нем любят и заботятся не только, когда его хорошо приняли и рассказали ему на личном приеме, а в целом, когда ему быстро, оперативно и без ошибок отработали тот вопрос, который он хотел. Татьяна. И вы обе. Да, значит, все круто, все классно, мне все очень нравится, и это полностью отвечает всем современным требованиям. Если помните, я не помню, были ли вы на торжественном церемонии, когда мы вам вручали все эти призы, по-моему, были представители от вас. Представители были. А вот у меня есть друг Джон Шоу, это человек номер один в области сервиса, признанный в мире гуру, там названный в Соединенных Штатах. И он, его программа первая, фундаментальная, базовая программа, в которую он заходит в любую компанию, эта программа называется отношения. То есть ее принцип построен на негативной и позитивной коммуникации. То есть всего две. Негативная, когда ты будешь ее избегать, позитивная, когда ты будешь хотеть ее избежать, получить вновь. То есть это фундаментальное построение всех отношений. Но у меня вопрос следующий. Чуть-чуть я вернусь, я упустил этот момент, когда хотел вас спросить. Вот когда вы нашли вот эти три идеи, там, это сервис человеческим лицом, это вести человека за собой, удовлетворение, то фундаментально вот внутри компании, вот внутри компании, между вами, между сотрудниками, корпоративные ценности, они созвучны с этим? Профессионализм и развитие. Это да. Сколько у вас этих ценностей? Две? Четыре. Какие? Профессионализм. Профессионализм, развитие, ответственность. Ответственность. Качество. Качество. И фактически они все играют в концепции клиентского сервиса. Скажите мне, пожалуйста, вот о их рождении, это был коллективный труд? Да. Это директор пришел, сказал, консультанты пришли, сказали? Нет. С консультантами мы не работаем. Нет, с консультантами мы не работаем, это был коллективный труд, но и сами стандарты клиентского сервиса, это был коллективный труд, причем всей компанией. Всей сети. Да, всей сети в рамках Академии клиентского сервиса мы обсуждали, как мы хотим обслуживать клиентов, что мы хотим до них донести, это был коллективный труд, потому что мало придумать идеи, мало придумать ценности, их надо как-то продать сотрудникам. Конечно. А когда это совместное творчество, то вроде как и продавать ничего не надо, потому что каждый чувствует, что он в этом поучаствовал и разделяет с гораздо большим энтузиазмом. Этот вопрос для меня вообще важнейший, потому что я профессионально занимаюсь именно раскрытием темы управления основанной на ценностях. Это вот то, с чем я выступаю, какие проекты я веду. Вот конкретный практический пример. В банке в прошлом году мы весь год занимались внедрением системы управления по ценностям. И первые результаты, первые тонкие-тонкие намёки, люди, что стали основать, примерно полгода прошло. Сколько у вас прошло время, чтобы люди почувствовали, что вот эти четыре ценности являются их составляющими? Вы знаете, мы же очень тесно интегрированы в нашего клиента. Мы являемся администраторами корпоративной пенсионной программы РЖД. А РЖД – это прекрасный пример экосистемы. Когда как экосистему приводят компанию Alibaba, ну тоже хорошее, ничего не хочу сказать, но в этом смысле РЖД, конечно, гораздо… Надо рассказывать больше об этом. Вообще российских кейсов не хватает. Надоело читать все эти Alibaba, запасы и все остальные. Потому что РЖД – это не только работа, это не только транспортная сеть, которая соединяет всю страну. РЖД сумела сохранить свою систему образования, здравоохранения. Социальную штуку. Социальную штуку, 94 льготы в коллективном договоре у сотрудников компании. Понимаете, и, конечно, и на самом деле, если покопаться, ведь когда говорят, что РЖД – это страннообразующая компания, если взять каждого второго, наверное, жителя страны, в ближайших трёх поколениях вы найдёте человека, который либо работал с железной дорогой, либо каким-то образом был связан с железной дорогой. Да, либо строил железную дорогу, понимаете. Поэтому и вот это чувство причастности вот этой большой экосистеме, оно свойственно сотрудникам фонда изначально, потому что фонд рождался как фонд железнодорожный. И наших сотрудников вот этому учить не надо было. У нас многие работают, бывшие сотрудники РЖД. У нас, собственно, два источника, извини, Тань. Кадров. Кадров. Это Пенсионный фонд России, это у нас Оперейшнс, которые знают законодательство, потому что пенсионки не учит никто, нет ни одного вуза страны, где бы была бы специализация, не государственное пенсионное обеспечение, или государственное, неважно, какое-нибудь. Поэтому у нас либо ПФР, это у нас сотрудники, которые операционка, они законодательно знакомы, у нас, правда, другое, но они быстро встраиваются, либо это железнодорожники, действующие, бывшие, наш клиент, они лучше всего, они понимают холдинг, это особая система, разобраться, как он устроен, это серьёзная организация. Кадров. 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 У нас не профессора, у нас эксперты, причем экспертами могут выступать как мы по каким-то вопросам, так и наши сотрудники, так и сотрудники филиалов, в зависимости от того, по какому вопросу экспертиза и какого уровня нам нужна. У нас очень активно, например, в рамках Академии работает обмен бизнес-кейсами, у нас есть обсуждение лучшего опыта. Сейчас мы, например, в рамках Академии буквально в этот четверг будем давать врезку того, что мы услышали на последнем форуме по клиентскому сервису, как раз как ценности встраиваются в культуру компании. И там есть несколько подходов, ценности, которые рождаются как коллективное творчество, как это было у нас, ценности, которые как система координат, вот ты знаешь, что там в этих рамках можно, а дальше нельзя. И мы как раз эти кейсы, которые мы услышали, будем обсуждать еще раз с нашими коллегами на площадке Академии для того, чтобы еще раз проговорить о том, что важно для нас. То есть то, что мы услышали на форуме, такой вот повод повторить, что же важно для нас. То есть у нас с экспертами выступают самые разные люди. Но кто говорит, что сервис – это именно так, вот то, что вы делаете, это правильно. То есть ведь на самом деле сегодня в мире течений, что такое клиентский сервис достаточно много. Где вот это ваше мейнстрим, откуда вы черпаете эту информацию? Это очень забавно, потому что мы на этапе запуска, когда мы думали о том, чем мы будем отличаться от рынка, мы выбрали вот несколько фишек, что мы профессиональные, мы не скриптовые, мы профессионалы. Поэтому мы можем спокойно говорить на любую тему с клиентом, нам не нужны скрипты. У нас работает распределенная сеть, и она работает как в области клиентского сервиса, так и бэк-офис у нас распределенный. И мы ведём клиента за собой. И вот это вот было очень важно, потому что на это нанизывалось всё остальное. На это нанизывались методы, на это нанизывалась там наша экспертиза. Я бы вообще никогда не подумала, что то, чем я занималась много лет назад, когда защищала кандидатскую по менталитету дворянство в рамках социальной антропологии и культурологии, что это будет применимо для исследования менталитета клиента. Потому что главное, что мы делаем, то есть нельзя вести клиента за собой, нельзя продвинуть свой продукт, если не поменять мировоззрение людей. Потому что пенсия — старость, болезнь, смерть в умах, а на самом деле мир стремительно меняется. И этот меняющийся мир, он в принципе уходит от понятия пенсионного возраста, он приходит к понятию нескольких карьер, нескольких образов жизни. А потом что такое пенсия? Это возможность большого количества свободного времени, которого так не хватает нам, когда мы работаем. Это фактически такие очень длинные каникулы, которыми надо правильно распорядиться, чтобы не устать отдыхать. И к этим каникулам нужно подготовиться, в том числе финансово. И вообще самый лучший подарок, который могут сделать родители своим детям, это свою финансовую независимость в старости. Вот так мы пытаемся объяснить молодёжи, зачем им нужно начинать думать о пенсии. Поэтому мы сделали систему координат, да, что мы хотим, мы хотим, чтобы наши клиенты не боялись пенсии, мы хотим, чтобы они к ней готовились. И мы хотим, как финансовая организация, как пенсионный фонд, помогать нашим клиентам обеспечивать себе достойный уровень жизни на пенсии. Это к вопросу миссии ценностей. Вот это у нас понимают все. Буквально, да, вот-вот-вот. Без научивания. Вот это, по сути, сейчас мы проговорили про продукт. Вы, Татьяна, добавили о том, что это понимают все. Вот это понимание все явилось результатом как раз вот этих отбора и обучения постоянного. Это ещё и личностное влияние, конечно. До руководителя. Конечно. А как вы развиваете руководителей? Ой, у нас есть особая площадка. Это тоже. Вот у нас, я про этих, про профессоров. Конечно, сначала в Академии клиентского сервиса преподавали, так скажем, люди из центрального аппарата. То есть это вот Татьяна, это руководители департаментов соответствующих. А потом подключились филиалы, причём подключились совершенно самостоятельно, с удовольствием заявляя. Чтобы хотим такую-то тему рассказать. Да, рассказать о своих практиках. И у нас соревновался ещё рядом с нашей Академией клиентского сервиса так называемый лекторий Open Space. Когда каждый руководитель разного уровня может заявить интересную тему, которую он с удовольствием поделится и расскажет. А внешних спикеров приглашаете в эту лекторию Open Space? Приглашаю. С удовольствием вам приду. Бывает. Ой, давайте. С большим удовольствием. Поговорим о ценностях, мне очень интересно. С большим удовольствием, да. У нас есть площадка, это школа управления. А вот можно о ней чуть-чуть подробнее? Мы учим руководителей, мы начали… Откуда, по каким технологиям? Что является для вас основой программы? Там Adizis, ещё кто-то там, ещё кто-то там? Ну, мы сначала начали… У нас мы задумались над тем, что в своё время, несколько лет назад, когда мы открывали эту площадку, что для наших филиалов, для наших подразделений территориальных очень важно. У нас очень сильные директора, и были такие профессиональные, но профессионально-экспертные, а не профессионально-управленческие замы. Там по два замов у каждого директора, один как бы по технологиям, один по, собственно, клиентской работе. И мы поняли, что для того, чтобы была правильная система управления, нужно замов подтянуть с точки зрения управления. Нам будет легче так продвигать все наши идеи и обеспечивать устойчивую, собственно, производительность и эффективность. Бывала такая ситуация, что когда хороший, активный руководитель, а в целом, как бы дальше, если копнуть, там у него не очень-то там, да, получится. А дальше не было просто. А дальше эксперты, хорошие эксперты, неуправленцы. Неуправленцы. И надо было эксперта трансформировать в управленцев. И это все еще легло в тот момент, когда нам нужно было поделить бизнес на две части по требованиям законодательства, выделить тот бизнес, который занимался накопительной частью пенсии. Вот это как раз те самые деньги, которых вы спрашивали, где моя накопительная часть пенсии, да, мы выделяли это в отдельную компанию, в отдельное направление. И это был очень высокий градус изменений. И нам нужно было мало того, что вот этих наших замов, филиалов сделать руководителями. То есть, по сути, на месте одного филиала рождалось два. Нам нужно было еще их научить не бояться изменений, да, потому что нужно было, чтобы не было этого сопротивления, нам нужно было всю эту операцию провернуть фактически за один год. Как Ченч Мэрзон здесь работал. Да, и поэтому эта площадка, она еще была уникальна в том, что мы сразу воспитывали руководителей, не боящихся изменений. Как? Вот всегда вопрос как? А это была основная тема, на самом деле. Мы начали не с базового курса управления, а с курса управления изменений. Вот отсутствие боязни изменений, это все-таки я считаю, что это некая фундаментальная корпоративная культура и атмосфера, в которой, первое, есть право на ошибку, второе, открытое пространство, где можно тебя поддержать, услышать, и третье, это когда внутри тебя есть такая поддержка, именно поддержка с точки зрения, я могу обратиться к первому лицу. Кстати, как у вас первое лицо, он доступен для руководителей, насколько открытость он у вас существует вообще? Скорее, первый заместитель, который у нас занимается операционной деятельностью, собственно, и такой, да, он доступен абсолютно как для клиентов, так и для сотрудников. Да, но все три компонента, которые вы назвали, есть, но есть еще четвертый, потому что среда – это чудесно, но это же бизнес, при этом мы очень зажаты регуляторно, у нас есть жесткие сроки, прописанные регуляторно, когда мы должны сделать. Это касается не только операционной, это касается даже правила инвестирования, они тоже достаточно жестко прописаны нормативными документами. И четвертый момент – это динамическая модель бизнес-процессов. У нас фактически бизнес-процессы построены таким образом, что при изменении внешней среды или условий мы просто слегонца переворачиваем модель. Помните, как в игре Эндера, там, где ребята играют, и непонятно, где враг, где вниз, Эндер, Гритич? Не знаю, что за игра такая даже. Игра Эндера – это Роман Уттона Скотта Карта, по нему фильм недавно вышел с Харрисоном Фордом. Обязательно посмотрю. Войну человечества с инопланетянами, она потрясающе по этическому наполнению и вот по вот этой идее, что модель должна быть настолько гибкой, что если у тебя вдруг меняется полностью среда вокруг тебя в 3D-пространстве, ты просто это переворачиваешь. Роман Уттона Скотта Карта, скажите мне, а вот это изменение процесса, у вас процессы, они где зафиксированы? Они описаны, они зафиксированы. В бумаге. Ну, они автоматизированы, конечно. То есть изменение процесса ведёт, например, поменяли регуляторность, добавили там срок, то есть изменение одного срока привело к изменению всех до дозы основной инструкции, прошло какое-то сразу обучение, и человек понимает, что у него теперь поменялось. И нормативы ещё. И нормативы поменяли, пересчитались, и KPI посчитались. Но мы на самом деле иногда меняем процессы быстрее, чем бумаги, то есть мы постараемся процессно успеть быстрее, чем мы догоним бумаги, должностные инструкции. Сегодня вы очень близко созвучны к agile, где получается именно не сам процесс ради процесса, а клиент первичнее. Клиент, сначала клиент, а потом процесс. Или меньше разговоров, быстрее первую версию дайте клиенту. Ну вот что у нас, ли это центричное agile, я не знала. Наверное, да, мы к этой идеологии пришли, правда, не пользовались инструментами agile пока, а мы как-то пошли своим путём. Но в целом идеологически, да, это очень похоже. Получается, да, это очень созвучно, очень похоже. Потому что мы какое-то время назад поняли, что системы сложные, их трудно строить, надо переходить к моделям. И вот когда мы формировали нашу там стратегию очередную, у нас там появились не политики, а скорее вот такие вот динамические модели. Причём это динамическая инвестиционная модель, потому что рынок очень сложный. Это динамическая модель технологического процесса. Это динамическая модель организационно-функциональной структуры. А какая, кстати, вот интересная структура? Классическая сверху вниз, плоская, каким сейчас вы живёте? Матричная, матричная у нас, модель управления. Вот у нас по функциональным, соответственно, направлениям есть, ну, то есть у нас сочетание, да, там классическое. Ну, на примере вашего там департамента управления персоналом, оргразвития, да, как выстроена система? Ну, есть департамент управления. Вы напрямую подчиняетесь, вы заместитель исполнительного директора? Да, я исполнительному директору подчиняюсь, я член исполнительной дирекции, это наш коллегиальный орган управления, да, тип управления, да, там есть департамент по работе с персоналом, и на месте филиалах есть соответствующие HR-специалисты. HR-то, они функционально вам, организационно директору филиала, и являются его бизнес-партнёром, да, в этом смысле? Совершенно верно, ну, мы надеемся, что такими являются. В опыте клиентского сервиса у меня… Точно так же, то есть тоже вертикальность такая. Да, на филиалах есть заместители директоров филиалов по технологиям, это фактически мои визавины филиали, которые отвечают полностью за организацию работы на филиале. Вот если бы их не было, возможно было бы построить такую систему? Я думаю, что нет. Нет, только именно наличие такого человека, который постоянно на месте продвигает… Потому что это вот те самые люди, которые не боятся изменений, которые очень быстро встраивают те новшества, которые идут не только от нас, но и от законодателя в свои текущие бизнес-процессы, которые контролируют свои процессы. И у нас же везде настроен проактивный контроль, и это тоже очень важно. То есть нужно очень тонко понимать, где ты проверяешь реперные точки проактивно для того, чтобы как раз уложиться в те самые KPI, которые нужны и клиенту, и законодательству. Удовлетворенность клиента она рождается, когда ты предугадываешь его желания. Вы мне сейчас говорите про предугадывание желания, а я чуть-чуть с другой стороны разверну. В коучинговой практике я часто встречаюсь с такими запросами людей, которые там ищут себе работу, и у них новая должность. Вот вчера, например, один мне руководитель говорит, слушай, мне задали вопрос, я даже как-то не сообразил, а как мне… Мне сказали, вот как вы будете уверены, вот тоже, кстати, про региональную сеть, что ваши все руководители филиалов по стране, вы будете в них уверены. Ну и я начал копаться там в цифрах, все остальное, я говорю, а ты забыл про себя. Твоя инвестиция в людей, когда ты с ними промежуточные точки, когда ты с ними развиваешь, когда ты с ними постоянно на связи, вот за счет чего строится уверенность в людях. Вот я это сегодня, как раз слышу, подтверждение всего этого. Ну вот смотрите, во-первых, у нас есть годовой прейзл с корректировкой целей в середине года. Это мы обязательно проговариваем с замами их целей и задачи. При этом у нас есть некий мейнстрим, который задает центральный аппарат, но при этом у каждого филиала есть уникальные индивидуальные проекты, которые хотелось бы сделать им, и мы их здесь все цело поддерживаем. В браках их территории. Да. Более того, вот из таких проектов у нас потом рождаются лучшие практики, которые мы ретранслируем на все филиалы. Вот мобильный клиентский сервис. Это как раз… А какого филиала ты была? Северокавказского. Да, Ростов-на-Дону. Да, ровно так. Он родился как персональный проект филиала, и на следующий год он был ретранслирован на все филиалы. То есть это тоже очень важно. Кроме этого, мы раз в год собираем обязательно наших замов на обучение здесь. Огромный плюс большой территориально распределённой компании – это возможность вот такого вот живого общения, обмена опытом. Это такой некий прообраз, стратегическая сессия, где собираются все люди вместе, да? Не только. Совещание плюс обучение. Обязательно что-то про развитие, какая-то интересная тема. И обязательно блок обучения. И обязательно блок обучения. Обязательно. А кто учит вот этих ваших замов? По-разному. Иногда учим мы, иногда мы приглашаем провайдеров. Внешних каких-то, да? Внешних провайдеров, иногда это и так, и так. Иностранных каких-то приглашаете спикеров? Иностранных не приглашаете. Только российских, да? Да, российские были, да, коллеги. Нет, это интересная тема, а потом в течение года у нас на самом деле филиалы на площадках друг друга такими кустовыми мероприятиями собираются, у них обязательно тоже есть блок обучения, обязательно в рамках Академии клиентского сервиса, когда у нас идёт выездной тренинг, мы пришли к выводу, что лучше всего это работает, когда мы собираем несколько филиалов по кустам и даём им возможность ещё и пообщаться. А ещё у нас есть такая уникальная методика, она называется калибровка бизнес-процессов, это когда наши филиалы ездят в командировки друг к другу, но, как правило, я ещё туда добавляю кого-то из центрального аппарата, владельцев процессов. Это типа наставничество? Нет, это не наставничество, это обмен опытом и это калибровка, потому что невзирая на то, что бизнес-процессы зафиксированы, есть какие-то мелкие фишки, которые каждый филиал делает по-своему. То есть у каждого мастера есть свои какие-то тонкости? Как в борще, вроде как рецепт один, но по-разному получается, так и здесь. И мы обязательно добавляем представителей, владельцев бизнес-процессов из центрального аппарата или наших процессников из службы менеджмента качества, для того, чтобы как раз посмотреть на процессы очень творческие, и это рождает как раз вот ту самую лучшую практику, интуитивное понимание, как лучше докрутить, и это тоже очень важно. И еще в рамках Академии клиентского сервиса, когда мы выстраивали в том числе стандарты идеи, мы приглашали наших клиентов. Мы процессы калибровали совместно с администраторами пенсионной программы на стороне вкладчика, с кадровиками, бухгалтерами. Мы спрашивали, как удобно вам, как нам подстроиться под вас, потому что вот все самые сложные моменты стыковочные мы калибровали совместно с клиентом. Не поверите, время нашей программы закончилось. Осталось буквально там несколько минут, потому что мы чуть-чуть позже начали. Вопрос. Я, скорее всего, спрошу как бы вас, но спрашиваю вас обоих. У нас последний вопрос, мне очень важно, вот ваше мнение личное. Вы сказали, что средняя продолжительность жизни сотрудника вашей компании от 7 лет и выше. Я посмотрел ваше непосредственное резюме, у вас тоже срок жизни в этой компании достаточно высокий. Вы проработали 7, а вы проработали уже больше 8 лет. Как, варясь в одном и том же борще, оставаться такими чувствительными к рынку и быть постоянно, воспринимать новое? Расскажи про завещание. Как не застояться в этом и дать нам секрет финальный, секрет сохранения свежести? У меня в январе этого года заканчивался контракт. И действительно срок очень большой, и невзирая на то, что мы все время придумываем что-то новое, было желание посмотреть по сторонам, найти что-то еще. Мы поехали в командировку, кстати. Вдвоем опять. Вдвоем. Опять долго летели? В ноябре, по-моему. Неважно, в Красноярск долго летели. В Красноярск летели долго. И с Татьяной, ну с кем же обсуждать контракт? На обратном пути. Окончание контракта, как ни с HR. Татьяна говорит, я хочу написать завещание на случай, если контракт не будет продлен. Окей, мы начали писать завещание, значит, чтобы дело было сохранено, дело развивалось. Что лучшего мы хотим оставить, да, и какие тренды мы хотим заметить. Значит, написали завещание. И вы тоже. Ну, я участвовала в написании завещания Татьяны. Мы вместе писали ее завещание. И себе тоже, да, там были кадровые задачи. Да, и в результате, значит, написания этого завещания родились проекты и идеи, которые мы приехали, обсудили, положили в бизнес-план. Стратегию заложили. Стратегию заложили, да. Новую площадку, кстати, к Академии клиентского сервиса. У нас технопарк прибавился от слова технология. И Татьяна, подумавши, ну, я как бы уже, когда контракт заканчивался, говорю, ну, ты что, как, остаешься или как бы мы продлеваем? Она говорит, знаешь, я подумала. Остаешься. Так жалко, так интересно написали, в общем, завещали. Ну, правда, такой плотице получился, хороший, что и вы не грею. Я думаю, что это тема для отдельной программы, мы с вами с удовольствием встретимся еще поговорим, может быть, в отдельном интервью. Уважаемые наши зрители, время нашей программы действительно подошло, я с огромным удовольствием сегодня провел ваше интервью. Напомню, что с нами была Татьяна Коваленко, заместитель исполнительного директора по технологиям НП и благосостояния. Татьяна Клементьева, заместитель исполнительного директора по персоналу и организационному развитию. Что я для себя услышал, самое главное, ведь я же говорил, что это как мини-кейс MBA. Надо однозначно понимать и любить свой продукт. Надо разбираться в нем настолько профессионально, чтобы не требовались никакие скрипты. Надо спрашивать у клиента, что ему действительно от нас нужно. И если все это еще через развитие людей, через любовь к людям и создание определенной атмосферы дать, и люди это воспримут, и с желанием будут выполнять, вот здесь рождается, на мой взгляд, из того, что я услышал, первосходный, персонально ориентированный, клиентоцентрированный agile сервис. Завернулись. Спасибо вам огромное, было очень приятно. Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. 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 Спасибо.